Всем привет! С вами Юлия Роджерс, и сегодня я не одна, сегодня я готовлю с мамой, ну как готовлю, мы сегодня будем вырезать тыквы на Хэллоуин, мы будем делать это впервые, поэтому не факт, что у нас получится хорошо, но мы правда будем стараться. Перед началом этого ролика хочу напомнить вам о том, чтобы вы подписывались на мой канал и тыкали на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и не забывайте ставить лайки, еще перед началом этого видео хочу обратить ваше внимание на эти прекрасные вязаные тыковки, которые вязала моя мама, не зря она тут сидит, она тут пиарит свой инстаграм, вообще-то сидит специально, поэтому ссылочка на ее инстаграм будет в описании под этим видео, возможно где-то здесь на экране. Переходите, подписывайтесь, может быть вам что-то понравится из того, что она делает, и может быть вы закажете, и в общем-то там договоримся, конечно, что будет дальше. У нас здесь три тыквы разных размеров, у нас есть маркер, у нас есть миска для внутренностей тыквы, доски, все есть. Сейчас я включу музыку, и мы начинаем, собственно говоря. Ты не умирай, в кадре, пожалуйста. Она постарается заменить Даню, конечно, но она не факт. Даню заменить, просто все облизываю. Что Вики, что облизываю, и все как бы, мы даже не почувствуем, что Даня где-то тут не было. Ну потом ему оставим. Потом ему обязательно перешлем все, что у нас останется. Реклама, простите. Такая хэллоуинская немножко. Да, но тут девочку раздевают. Очень странно. Ну все, а ты какую выбираешь? Я маленькую. А что это ты маленькую, что думаешь? Ну хотя ладно, кропотливая работа, это наверное все-таки не мое, а мамино. Где ты? Даню уже заменяют, потому что Даня шепчет обычно в видео, и мама сейчас тоже не очень громко горит, поэтому в принципе уже пошел процесс замены. Я хочу спросить, где ты хочешь, чтобы у нее лицо было? Я хочу. Ты своей тыквой занимайся сама. Ну вот у меня она какая-то всякая. Вот здесь наверное будет лицо, потому что тут все в шрамах она очень побита жизнью. Ты нож большой или маленький берешь? Маленький, скажем так. Маленький, ясно. А ты не хочешь сначала вырезать верхушку, внутренность, а потом нарисовать? Я просто видела в видео, а сначала подготавливают тыкву к тому, что с ним будет происходить. Слушай, я просто не уверена в том, что маленький нож нам поможет отрезать верхушку. Нож побольше? Давай такой... Ребята, первая проблема. Мы подготовились. Ребята, оцените весь этот хэллоуиновский антураж. Мы просто разрезали плащ из прайса, и вот получилась катерть. Ах, я все ножи забрала. Ты все забрала? Я все-таки наверное попытаюсь вот этим сначала. Так как ты хочешь его резать? Верхушку срезать. Так вот, ну надо вот так. Как арбуз, ты думаешь это так работает? Я видела как вот так. Вот так. А, у меня кстати мягкая отходит. У меня тоже. Я ранила ее, она истекает кровью. Что-то я не уверена в твоей технологии, конечно, но... Ну ладно. У меня вроде хорошо получается. Прям идеально, смотри, как я еду. Ну да. Почти идеально. Она такая сочная. Прямо сейчас бы съел. Надо. Ты уже? Ну надо же, Даня, ты сказал за меня. Да, да, Даня, за меня ешь, ешь. Я думаю, он будет поступать точно так же. Сок? О, ты знаешь, как у хурмы, мне даже сразу рост связала. Ну все, все. Даня, оказывается, ты не заменили, смотри-ка. Я училась у профессионала. Весь вечер пересматривала перед этим видео наше здание. Скобировала повадки. Ты, главное, руки береги. Может все-таки ты на маленькой будешь, а я на большой? Погоди, все нормально. Ребята, еще ничего не произошло, руки примены пока что. Сейчас. Да потому что надо большим нашел. Все, я это сделала. Ребята, она войдет обратно идеально. Все хорошо. Фу, она скользкая такая. Она такая сочная, мне прям, посмотри, сока течет, она плачет. А ты думала, что она будет радоваться, что ее режут на все части? Она очень сочная, она плачет. Ну, ма, ну хватит, давай плакать на тыкву теперь. Что дальше ты делаешь? Вынуть семечки надо из нее. Видишь, ты недостаточно много срезала. Тебе до семечек, как до Китая. А у меня вот они здесь уже взорвало. Все здесь. Может просто потому, что она у меня махонькая. Ребята, интересный факт. Тыквенные семечки помогают избавиться вам от глистов. Так говорит медик. Кому интересно эта тема, то вот, пожалуйста. Тыквенные семечки и все ваши проблемы решаются. Я пошла другим путем. Ты пошла другим путем, ты пошла ее резать окончательно, да? Ох, много в ней семечек. Будьте, пойдем. Сейчас. Так. Сейчас. Оно пахнет дыней какой-то. Какая-то есть тыква со смесью формы. Дикарант. Ребята, больше фактов о тыквах. Блин, оно там по стенкам размазалось и все. У меня очень много семечек. Нет, смотри как. Как у тебя это получилось? Готовить надо чаще. А ты тыквы-то каждый день прямо готовишь. Я прям прихожу, мама что не готовит, то обязательно тыква. Это как, господи, сколько можно есть одну тыкву. Просто так и скажи, что ты готовилась всю ночь. А эти просто взяла и с утра уже заменила на нормальные, которые еще не разрезаны. Так, я почти поборолась семечки. Я видела, как потом в этих тыквах туда заливают, типа делают пунш. Но мы ведь не будем делать пунш, да? А жаль. А внутренности тоже ложкой, интересно, можно или ножом срежать? Я не уверена в том, что надо внутренности вырезать. Ну я чуть-чуть. У меня такая маленькая тыква. Какие тут еще вырезать внутренности? Смотри какая у меня. Чистейшая работа. Идеальная, я бы сказала. Ладно, что она идеально подошла. Вот, посмотри. Нет, так и у меня все подошло. Что ты думаешь? Одна такая справилась. Нет, и у меня идеально все. Так, я вижу семечку. У тебя есть семечки, ты халтуришь. Скажи мне. Да вот она. Два? Что? Это не семечки. Это не семечки. Ребята, там все чисто. Короче, ребята, если в итоге у меня будет не так, то я просто вставлю эту картинку, в общем-то, как и всегда. Мама хочет попробовать что-то такое сделать, поэтому следите за результатом. Будет ли это действительно так? Я только свою картинку открою. А, маркет-то один. Хорошо, тогда рисуй тысяча. Ха-ха. Ха-ха. Кто первый взял маркет? Мм, да. Мне кажется, в Польше похоже на сапог. Так у тебя от зрачка еще вперед линия должна была быть, как и с этой стороны. Видишь? Видишь, от зрачка она не закругляется. А что, так не пойдет? Да это какая-то туфля у тебя, а не глаз. Что это за? Во! Вот так уже лучше. Я люблю. Вы вообще идеально. А если не будет идеально, то будешь видать в конце видео? Вообще. Вот сейчас я посмотрю, как ты котика нарисуешь. Отвратительно, я уверена. Так ты мокрую вот сделала. А что делать? Я не знаю, сушить маркет. Так, кажется уже что-то. У него будет перекошенное лицо, потому что оно вот такое. Ну а что делать? То, что тыква получится страшно, это я вам гарантирую. Тут можете не переживать. Ты хочешь ему еще и усы, и все это вырезать? Ну, сейчас посмотрим, возможно нет. Да нормально. Ребята, это должно быть так. Но не факт, что так будет, и скорее всего так не будет. Я выбрала себе очень сложный макет, конечно же. Я пока там усойду к нам. Вырезка идет. А я в принципе уже, наверное, могу присутствовать, да? Наверное. Ребята, это будет нелегко. Я когда-то далеко ушла. Снаружи. Снимите. Я нарисовать нарисовала. Вот. Так покажи зрителям. Я-то вижу. Ребята, модные туфли этого сезона. Удобнее, конечно, маленького. А у нас еще одного такого маленького нет. Вот видишь, в чем проблема была? Что оно не прозрачное, потому что очень толстая стенка. Ну как? Что пришлось срезать, да? Я еще тоже не приступала. Да, да, да. Я пытаюсь все тоньше, раз ты сказала. Надо. Ой, я нашла семечки. Ой, еще семечки нашла. Ну не совсем чистая работа, извините. А, с корочкой надо туда же? Ну корочку-то срежь. Ребята, первый глаз готов. Невероятно. Я прошла? Я прошла. Ребята, пишите в комментариях, отличаете ли вы как-то Хэллоуин и занимаетесь ли вот такой ерундой, как мы. И понимаю, что у России это не такой распространенный праздник, но мало ли. Чего? Чувствую, что я всегда вырезала эти петли. Ничего себе. Ты тренировалась всю ночь, я же говорю. Да, да, да. А теперь делает вид, как будто... Ой, всю жизнь резала ты, невероятно. Ладно, Кинобака, с корочкой стою. Мне говорит, вырезай. Я сли вижу, что положила с корочкой, это тебе не поздоровится. Так и сказала. Смотри, да, этот глаз меньше. Чуть меньше. Конечно. Чё так смешно прям тебе засмеялась. Угораешь, смотри. Идём. Ну, смотри на мою улыбу. О, прикольно, покажи. Действительно прикольно вырезалась прям чётко по контуру. Ты чё режешь? Нос, глаза? Нос и рот одновременно. У тебя ещё и милые. Да. Юля, аккуратно. Ты так смажешь и мажешь. Да я аккуратно. Не страшно. Ко мне, мама. Мой нос готов. Ну и он тебе будет более треугольным его сделать. Это не идеально. Представляешь себе. Не дала мне вырезать внутренний стекляк. Теперь мне приходится мучиться. Так я-то уже выскребла себе потоньше переднее. Ты это себе, да. А мне, когда я это хотела сделать, не дала сделать. Ну, теперь какой-то круглый. Старайся сделать его ровнее. Что-то мохнатость. Стой, ты мне сейчас всё испортишь. Ты всё испор... Ладно. Ой, хорошенький у тебя как получается. Что? Прорезалась до рта. Да ладно, это будет не видно, говно. Аккуратно вы. Ты слишком поверила в себя. Ребята, смотрите, как получается. Сейчас самая проблема будет с усиками, конечно. Потому что они тоненькие. Один ус есть. Ещё пять. Когда у тебя вот так делается, меня прямо аж дёргается всё внутри. А мне нравится. Как будто я режу как будто. Ты уже всё, капец. Мне ещё три уса. Не учитывая только, что я вот тут прорезала глаз. А, ну у меня... Блин, какие же кривые усы. Ну ладно. Закрытые уже немножко страшнее. Ребята, первые три усика готовы. И ещё три. Всё, дальше суток видео. Будешь просто сидеть. Не хочу заняться тридцать такой, нет? Не хочу. Тогда жди, когда я вырежу ещё усик. А я что, куда-то побежала? Всё, пошёл совершенно не туда, куда я должна была пойти, но... Да хватит тебе переживать. У меня зато очень сочная. Прям вот она, посмотри, взял капелька. Ещё два. У тебя злаще. Посмотри, как у меня чистая, как у тебя. Я творю. Это творческий беспорядок, ясно? Ты не вкладывала душу в свою тыкву, значит. У меня очень душевная тыква. Ну они абсолютно не симметричные будут, конечно. Что ты уже делаешь с моей тыквы? Я оставила её на пять минут, а здесь её... Я брала. Ты её сломаешь сейчас, нет? Нет, я хочу гладенько, так, буквально сделать, чтобы был красивый задний фон. Ребята, в общем, вот так вот получилось. Третью такую мы брать не стали, потому что она будет просто декором здесь в видео. У меня котик, у мамы улыбчивая... Что-то. В конце видео покажем, как это будет светиться со свечкой, когда мы купим свечки, собственно говоря. Надеюсь, вам понравилось это видео. Да, возможно, оно не было гипервесёлым, никто не отрезал себе руки, но... Но всё равно надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх. Покажи пальчиком вверх. И не забывайте подписываться на мой канал, кликать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Инстаграм, подписывайтесь на мамин Инстаграм, подписывайтесь на Инстаграм моей группы. Мы всем желаем вам всего самого наилучшего. И надеюсь, вы провели хорошо этот Хэллоуин, потому что это видео явно опоздает и выйдет позже, чем сегодня уже 31-го, и я явно его сегодня уже выпустить не успею. В общем, всего самого наилучшего. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok